Финал истории затянулся. Год заседаний, 40 минут приговора, дело большое. Пять потерпевших с одной историей пришли за кредитом в Сибирскую народную казну, которую руководил Роман Тюленив, оформили займ, остались без квартиры. Однако договоры займа были оформлены не с ООН, как а сибирская народная казна, а с лопателем, либо не оформлены вообще, либо в последующем уничтожены. В качестве гарантии возврата потерпевшие предоставляли квартиру, но при этом оформлялся не договор залога, а договор купли-продажи. Тюленив настаивал на том, что сам договоры не заключал и вообще в это время жил в Новосибирске. Суд решил иначе. Романа Александровича признать в новом совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А еще взыскать с подсудимого почти 5 миллионов рублей, которые пойдут на возвращение жилья пострадавшим. Роман, вы хотите что-то сказать? Вам нет. Ну а женщинам, которые признаны пострадавшим? Вы видели женщин, что ли? Ну бабушек, пенсионерок. И бабушек я тут тоже не видел. Вы признаете свою вину? Да нет, конечно. Вы пришли без вещей, совсем не думали о том, что... Я надеялся, что будет законно решение суда. 4 не 10. 4 не 10? Конечно. Для меня очень важно, чтобы осталось жилье. Где вы сейчас живете? Ничего себе, у знакомых. Галина Макарова скитается год. Антонина Веснина должна съехать в мае, потому что жилье давно не ее собственность. Но обе верят, что такой итог суда скажется и на признании недействительным договор о купле-продаже квартиры. Прецедент создан. Суд вынес решение вернуть жилье потерпевшим. А их, кстати, может быть немало. Заявление Романа Тюленева в гражданском процессе. Когда он сказал о том, что он занимался куплей-продажей квартир достаточно длительное время. И вот буквально следующее он сказал, что у него в бардачке лежит вот такая вот связка ключей от разных квартир. Несмотря на такие объемы работы, Роману Тюленеву назначили 4 года колонии. И он намерен подавать апелляцию. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.